Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» постараемся понять, почему в ульяновских школах не хватает педагогов. И для этого сегодня в студию мы пригласили Сергея Титова, проректора по учебно-методической работе Ульяновского государственного педагогического университета, и Ольгу Мартыненко, молодежного министра просвещения и воспитания. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Парадоксальная ситуация. Педагогический вуз с большой богатой историей, который готовит отменных специалистов, но кадров в школах Ульяновской области не хватает. Это, в общем-то, основной вопрос, на который мы попытаемся сегодня ответить. Но давайте сначала поймем, а сколько не хватает учителей, Сергей? Мы осуществляем образовательную деятельность как на бюджетной основе, так и на внебюджетной основе. Большая часть, конечно, по педагогическим направлениям обучается за счет бюджетных средств. И в плане набора мы ограничены, в первую очередь, вот этими цифрами. Я могу назвать примерную сумму трудоустройства. Вот в последний выпуск 2021 года наш университет окончило 702 выпускника. Выпускника очной формы обучения. Из них по педагогическим направлениям это 593 человека. То есть это специалисты, которые получили диплом педагога и готовы идти работать в школу. Готовы или пошли? Нет. Они получили диплом и готовы идти работать в школу. Это количество людей, которых мы выпустили. Надо сказать, что по своим профессиональным качествам эти студенты, они достойны того, чтобы работать в школах. Потому что у нас и качество приема на высоком уровне. Достаточно сказать, что средний балл ЕГЭ в педагогическом университете на втором месте традиционно находится в регионе после Института гражданской авиации. То есть в педагогические университеты на педагогические специальности приходит хороший абитуриент с хорошим уровнем подготовки. С хорошими баллами, с хорошими знаниями. И я так полагаю, что они готовы работать именно в этой профессии. Потому что это раньше, в советские годы было не так много вузов. И человек для того, чтобы получить какое-нибудь высшее образование, поступал в педагогический. То сегодня в педагогические идут именно за профессией учителя. Ну да, это действительно так. Дело в том, что сейчас, как и прежде, абитуриент может подать документы в несколько вузов. В пять вузов он может подать документы. И многие абитуриенты подают на самом деле в несколько вузов, а потом уже выбирают, куда у них есть возможность поступить. Так вот, беседы со студентами показывают, что значительное число абитуриентов подают документы для того, чтобы сознательно поступить на педагогические специальности. То есть это их первый приоритет. Так вот, вернемся к выпуску. Около 600 человек, выпускников очных программ педагогических. Понятное дело, что не все из них идут работать по специальности. Но я должен сказать, что все же уровень трудоустройства по специальности наших выпускников, он довольно высок. Сейчас вы правильно отметили, по всем направлениям, по всем профессиям, отмечается невысокий уровень трудоустройства по специальности. И на этот предмет масса исследований, опубликованных, и многие бьют тревогу, многие относятся к этому спокойно. Но так или иначе, если примерно 40% устраиваются по специальности, то это уже нормальная статистика становится. Так, а у вас каков процент? Ну, вот я вам так скажу. По объективным причинам, не всякий выпускник идет работать по специальности. Девушки выходят замуж, уходят в декретный отпуск. Юноши отправляются в вооруженные силы. Для того, чтобы продолжить карьеру. Кроме того, мы выпускаем ведь не только наших соотечественников, мы выпускаем еще и иностранных студентов. И сейчас это довольно серьезная доля. То есть, и в итоге порядка 8% выпускников нашего университета, они просто вот растворяются. Они не идут работать никуда, пока, на время. Потом они в профессию в какую-то пойдут. Но вот после выпуска они не идут работать. Но 500 человек это все равно достаточно много ежегодно. Значит, потребность у школ тоже высокая. Я продолжаю свою статистику. Вот из этих выпускников около 55% в среднем идут работать в образовательной организации. То есть, это около 300 человек. Около 300 человек. Некоторые уезжают из региона. И трудоустраиваются, опять же, в школы, но в других регионах Российской Федерации. Да. Ну, возьмем цифру. Округлим ее 250 выпускников педагогического университета. Очная форма обучения. Остается железно в регионе. В регионе, да. Ну, вот по последнему году, если говорить. Теперь возьмем цифры потребности в педагогических кадрах. Вот, может, у коллег, работающих в министерстве, есть более точная статистика. Но я предполагаю, что она верна, поскольку мы пользуемся данными о вакансиях в регионе. А Ольга нам сейчас поможет, поправит, если что. Мы, университет ежегодно собирает эту статистику. Так вот, по состоянию на лето этого года, перед выпуском, потребность в педагогических кадрах составляла порядка 900 человек. То есть, это ставки того или иного учителя, сотрудника дошкольного образовательного учреждения, либо преподавателя учреждений среднего профессионального образования. 900 человек ежегодно требуется новых учителей, да, Ольга, верно? Ну, Вася, сказать точно эту цифру я, к сожалению, не могу, что 900, не 900. Она в разы превышает? Она в разы превышает именно те 250, которые в среднем доходят каждый год до системы образования региональной. То есть, уже несколько лет примерно 250 студентов начинают работать в образовательных организациях разного уровня, но это никак не может перекрыть все ставки, что нужны региону, к сожалению. Понятно. А почему вот именно 250 только человек остаются в профессии? Вы исследовали эту проблему? Почему молодые специалисты не хотят работать по специальности? Комплексный и сложный вопрос связан еще и с тем, что часть вакансии открыта в городе, часть открыта в области. Соответственно, здесь все будет еще завязано на том, какие меры поддержки осуществляет регион или какой-то муниципалитет, и то, что предоставляет регион или муниципалитет. Давайте представим ситуацию, что молодой человек учился в каком-то, пусть, Радищевском районе условно, и он решает переехать в город и работать теперь в городской школе. Ему позволяет, ну, он окончил, ему понравилась школа, где он проходил практику, решает там остаться. Если мы говорим про снятие какого-то жилья, а у нас нет ведомственного жилья, так или иначе, каких-то специальных общежитий, то он должен платить определенную и коммунальную плату, и съем. А зарплата молодого педагога в первый год работы недостаточно высокая, чтобы полностью удовлетворить эти потребности. Назовем это бытовыми вопросами, да? Бытовыми вопросами. То есть, например... Тут пробуксовка есть. Здесь пробуксовка идет. В регионе есть поддержка молодых педагогов, которая осуществляется в первые три года работы. То есть, единовременно каждому молодому педагогу, пришедшему впервые работать именно в образовательную организацию, вручается премия в виде 10 тысяч, ну, в количестве 10 тысяч. Три года каждый месяц он получает дополнительную тысячу рублей к зарплате. Если это молодой педагог системы дошкольного образования, и работает он в городе, то его подъемные каждый год, условно подъемные, 20-40-60. Если наш педагог, наоборот, приезжает работать в муниципалитет, в небольшую школу, не в городскую школу, то именно учитель получает 20-40-60. Вот здесь вот такой определенный момент несовпадения. Вот важный критерий. Средняя заработная плата у молодого педагога какая? До 15-ти. До 15-ти. Ну и плюс эта прибавка, она несущественно влияет на желание переехать на работу в сельскую местность. Идея-то в том, что зарплата педагога строится исходя из того, что он набрал и ведет. То есть есть определенный оклад, есть классное руководство, это 5 тысяч президентских так называемых, есть дополнительные деньги, которые он получает за ведение кружков, секции, еще дополнительные виды нагрузки, которые он может существовать. То есть это и проверка тетради сюда относится, и ведение кабинета, то есть заведование кабинета. Но сказать, что это будут прямо 30 тысяч, которые получит молодой педагог первый год работы в школе, нет, такого нет. Даже стимулирующие, если мы говорим о стимулирующих выплатах, которые выплачиваются каждый месяц педагогическому работнику, то надо собрать как минимум первые полгода, молодой будет жить без них. Ну понятно, что нужно опыт, и вместе с тем, и ставка твоя тоже увеличивается с той нагрузкой и со стажем работы. Сергей, но ведь есть целевой набор. Люди, которые специально учатся от какого-то муниципального образования, и потом после обучения обязаны вернуться и отработать. Да, я вот в продолжение предыдущего вопроса хотел бы отметить, что, подчеркнуть даже, что несмотря на все эти сложности, у нас все-таки значительное число выпускников идет работать. И я не назвал еще цифры по отдельным специальностям. У нас, это я среднюю цифру назвал, но если взять, например, учителей математики, то там процент их трудоустройства в школы, наших выпускников, доходит до 100%. То есть, в зависимости от программы, этот процент разный. По некоторым программам они с удовольствием идут в школы работать. То есть, это самые востребованные специалисты, да, в образовательных организациях получают математики? Нет, вакансий-то везде хватает, на всех направлениях. Я просто назвал ту программу, с которой больше всего выпускников пошло работать. А самые востребованные, конечно, это учителя начального образования, воспитатели в детских садах. Но, возвращаясь к вопросу о целевом обучении. Да, есть такой институт целевого обучения. На мой взгляд, это институт, который нужно развивать, потому что он показывает свою эффективность. Вот в ВУЗу выделяются так называемые контрольные цифры приема. Это бюджетные места, называются в простонародье. Ежегодно среди этих бюджетных мест мы выделяем квоту целевого приема. Она устанавливается в соответствии с постановлением правительства. На педагогических направлениях подготовки это составляет 20%. То есть, от всего приема мы 20% выделяем на целевой прием. И человек, получивший договор о целевом обучении, он, во-первых, получает льготы при приеме. Поскольку для целевых устраивается отдельный конкурс. И поэтому, как правило, больше шансов пройти на бюджетное место, если у тебя есть договор о целевом обучении. Во-вторых, целевое обучение это практически гарантированное трудоустройство. Поскольку работодатель, подписавший такой договор, принимает на себя обязательство трудоустроить человека, который закончит программу успешно. И очевидно, следовательно, что трудоустройство среди этих обучающихся, оно значительно выше. Конечно, здесь тоже не обходится без разных вариантов. Когда студент все-таки не хочет возвращаться к тому работодателю, с кем у него договор, и не возвращается. К сожалению, такое бывает. К сожалению, бывает так, что и работодатель не находит вакансии, чтобы принять этого выпускника. Но это случаи единичные, и они статистику не делают. Статистику делают те случаи, когда выпускник успешно заканчивает и либо продолжает учиться в магистратуре, например, либо идет служить в армии, либо идет и трудоустраивается по своему договору о целевом обучении. Либо, что тоже встречается, устраивается не к тому работодателю, с которым у него договор, а к другому, но тоже в сферу образования. То есть целевой договор это то, что в любом случае способствует тому, чтобы студенты, отучившись, во-первых, доучились, чтобы благополучно до выпускного курса, а потом пошли работать по специальности. Здесь мы, как образовательная организация, очень рассчитываем на сотрудничество региональных органов, исполнительной власти. Должен отметить, что мы получаем здесь поддержку в виде Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, которое призывает образовательные организации направлять нам целевиков, муниципальное образование направлять абитуриентов на целевое обучение. Оль, скажите, пожалуйста, а как воспринимают молодого педагога в коллективе, даже целевика? Его там ждут? Ему готовы предоставить отдельный кабинет, отдельный рабочий стол, помочь снять квартиру? Ну, наверное, здесь еще от муниципалитетов зависит, потому что у каждого муниципалитета даже есть своя, ну, как бы, муниципальная поддержка молодого педагога. Исходя из собственного опыта, у меня профильный предмет химии, поэтому, да, кабинет меня, конечно, ждал, потому что это профильный кабинет. Без него не обойдись. Да, но если это учитель русского или математики, то здесь могут и не выдать, не дать кабинет, потому что, например, в школе может не быть кабинета свободного. Могут дать класс или не дать класс на руководство. Тут тоже много факторов. Иногда класс на руководство начинающего педагога дает нагрузку. Ну, как бы, вот пятый класс, ты молодой педагог, давайте познакомим вас, и все будет хорошо. Ждет ли коллектив? Да, коллектив ждет, потому что это те часы, которые нужны для того, чтобы ребята закончили свое обучение. То есть не будет химии, не будет аттестата. Тут действительно есть этот момент. А вот с наставником в регионе иногда бывают сложности, потому что школа не всегда предоставляет наставника столь нужному молодому педагогу именно по его предмету. Ну, например, единственный учитель химии не может иметь наставника у учителя химии, потому что его, в принципе, нет. Поэтому школа предлагает или завуча стать наставником, или, ну, например, руководить методическое объединение. Но уже два года в регионе действует программа и закон о статусе педагога, где отобраны 27 педагогов в прошлом году и чуть больше 20 в этом году, которые являются региональными наставниками, и они могут... за ними закреплены три педагога, при том не только из их образовательной организации. Ну, условно, я работаю в одной организации, а мой наставник может работать в другом конце города, и я также могу быть его наставляемым, также получать от него опыт и перенимать те навыки, которые нужны мне как будущему профессионалу. Связались по Зуму, справились, как дела? Не совсем. Это еще и очные встречи. То есть наставник приезжает к молодому педагогу, смотрит его уроки. Также наставляемый приезжает к своему наставнику и смотрит его уроки. Это не только Зум. И это действительно работает? И это действительно есть, это работает. И мы, наш регион, первый, кто запустил вот эти вот... Закон о статусе педагогического работника, запустил наставников, методистов и исследователей, и дал им возможность работать в регионе и привносить новое и интересное. Ну, очень важно и интересно. Сергей, и тут я задаю вам вопрос. А университет сопровождает после трудоустройства своих выпускников? Он помогает найти себя в новом коллективе? Вы отслеживаете то, как они обустраиваются? Да, конечно. Во-первых, в университете действует специальное структурное подразделение. Называется Центр содействия трудоустройству выпускников. Собственно, та статистика, которая сейчас была мной озвучена, это подразделение собирает, ведет. И в период обучения, в период трудоустройства организуются встречи с работодателями, организуется сбор информации о вакансиях. Ежегодно на каждом факультете формируются планы по плану мероприятий по содействию трудоустройству выпускников. Это и ознакомление с вакансиями, и встречи с работодателями, и так далее. Все эти планы сводятся в единый план работы университета по содействию трудоустройству выпускников. Поэтому учащийся может в любой момент узнать, где, в каком месте, в какой образовательной организации он мог бы получить работу. Кроме того, после выпуска мы осуществляем мониторинг трудоустройства выпускников. Связь осуществляется по телефону, по электронной почте, любыми доступными средствами. Центр взаимодействует через старост групп, индивидуально с выпускниками работает. Поэтому о судьбе наших выпускников мы справляемся и после. Давайте сделаем вывод. Конечно же, 250 человек – это мало, да? Но, тем не менее, я понял, что процессы для того, чтобы как можно больше выпускников все-таки шли работать в школу, идет. Давайте на следующий год задачу поставим 300 человек, да? Не меньше. Ну, давайте попробуем. На самом деле, я с вами соглашусь, в последнее время очень много делается. И для профессиональной ориентации, для работы со школьниками, которые проявляют интерес к педагогической работе, и для последующего сопровождения педагога. Поэтому я думаю, что ситуация здесь будет только улучшаться. Подтверждаете? Учителям химии быть интересно? Вообще, учителям на самом деле быть невероятно интересно. Это очень творческая специальность, где педагогу дается большой пласт работы, но при этом огромная фантазия, можно отправить на творческая жилка, креативность, и можно проявить себя. И самое главное, наверное, что ты видишь результат своей работы, когда у тебя ребенок не умел писать, и научился писать, не умел считать, и научился считать. И когда приходят выпускники через несколько лет, и благодарят, это тоже очень приятно. И ты тоже понимаешь, насколько ты мог изменить их, и ты сделал это. Наверное, каждому молодому педагогу, который, или каждому студенту, который сомневается, стоит или не стоит, на самом деле, стоит прийти и посмотреть, насколько это чудесный и удивительный мир, работать с нашими ребятами. Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью. Я напоминаю телезрителям, что это была программа «Тема дня». До свидания. Вы работали в оркестре радио. Играли на флейте? Да. Вам необходимо вернуться в город. У меня пальцы изуродованы. Какая флейта? Вы очень нужны там, своим оркестрам. Я просто не могу. И музыку слышать не могу. «Седьмая симфония». Грандиозная премьера. Сегодня в 21.20. «Седьмая симфония». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok